Друзья, всем привет! Сегодня будет полезная самоделка из профильной трубы. Думаю, через пару минут уже поймете, что это будет за изделие. А пока нарезаю 4 куска трубы 50 на 50. В моем случае размеры будут 2 штуки по 250 см и 2 по 180 см. Из них необходимо сварить ровный прямоугольник. Занятие такими вещами на улице и в снег, мягко говоря, не веселило. Но варианта не было. Варить где-то еще можно было, но не на чем было доставлять такую конструкцию. Также можно было в строящейся мастерской, но там было занято материалами и хламом от утепления. Так что решил на улице. И на удивление все получилось хорошо. С первого раза идеальный прямоугольник. Хотя сварщик из меня тот еще. А вообще я это изделие первый раз в жизни делаю. Так что по итогу не судите строго. Далее взял трубу 50 на 25 и нарезал на куски 4 по 210 и 4 по 90 см. Далее прижимаю струбциной отрезок длиной 210 через 3 мм проставку к прямоугольнику, который сварил ранее. И также 90 см отрезок через такую 3 мм проставку прижимаю к, скажем так, раме. А точнее к коробке. Думаю многие уже догадались, что сейчас изготавливается. По лежащей на трубах гаражной петле. Да, друзья, те, кто следит за каналом, знают, что я строил мастерскую. И для нее я решил самостоятельно изготовить двухстворчатые ворота. Как я и говорил, делаю это впервые. Надеюсь, получится. Далее был процесс сварки почти что в метель. Но каркасы ворот я сварил. Потом понял, что так дальше нельзя и разгреб немного мастерскую. Куда они и встанут. И продолжил там. А там я усилил створки ворот профилем 50 на 25. Сделал это специально, не внутри, так как хочу, чтобы внешняя отделка фасада была в одном уровне с отделкой ворот. Все это будет обшиваться планкеном. Дальше покажу. Также ворота буду утеплять. И створки ворот будут утеплены полностью целым слоем. Также приварил вот такие самодельные задвижки для второй створки. А пока покрашу все черной грунт эмалью. Оли колор 3 в 1. Кто-нибудь пользовался такой? Напишите пару слов в комментариях, как она. Далее тащу коробку в проем. Одному это делать почти удобно. Временно фиксирую ее струбцинами. Далее засвернули ступенчатым сверлом, чтобы прикрутить коробку глухарями. Для этого необходимо сделать внутреннее отверстие на 8 мм, а наружнее под 18 мм, чтобы залезла головка глухаря и бита. Зафиксировал коробку на 4 глухаря. Потом добавлю еще два сверху. Этого вполне хватит. Щели потом запеню. Пришло время утеплять ворота. Для этого буду использовать пеноплекс 50 мм. Как вы видели на видео, мастерская утеплена по стойкам, также пеноплексом. Так что и ворота, очевидно, будут утеплены этим материалом. С этим материалом работаю уже давно. Утеплял и фасад дома, и балкон, делал домик для кота, и даже лодку. Не было никаких замечаний. Ни разу. Как вы поняли, пеноплекс можно использовать не только по назначению. Остатки часто использую как подложку под колени, или, извиняюсь, мягкое место. Сидеть комфортно и тепло. Также кладу на него инструмент, если работаю на улице. Тогда он не валяется где попало, не пачкается, не мокнет. А упаковка от пачек пеноплекса дополнительно у меня служит мусорным пакетом. Короче, безотходное производство. Мне нравится. Утеплил ворота буквально за 20 минут. Пропенил все стыки и швы. И вот уже приступил к внешней отделке. Использую планкен, который монтирую специальными саморезами. Они почти не видны. Планкен монтирую вертикально, с зазорами 4 мм. Зазор удобно выдерживать угольником Свенсона, как на видео. У меня он как раз 4 мм. Вроде получается неплохо. Думаю, когда будет готов весь фасад, то получится красиво. Сниму об этом отдельное видео позже. А пока продолжу с воротами. Прикручиваю ручку, которую я изготовил из того же планкена. В качестве защелки буду использовать вот такой шариковый механизм, чтобы ворота не открывались. А над ручкой установил задвижку. Получается конкретное строение в стиле барн, то есть амбар. На задвижку повешу, конечно же, амбарный замок. По-моему, неплохо получилось. Изнутри пока ничем не буду отделывать, так как пока не знаю, чем буду зашивать стены. Либо ОСП, либо МДФ панели. Пока не решил. Но внутренняя отделка ворот будет выполнена из того же материала, что и стены. Друзья, вот такие необычные ворота получились. Может, конечно, кто-то скажет, что их легко выломать и прочее. Но при желании, конечно, можно и стену выпилить и залезть. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и в комментариях напишите свое мнение. Нормально получилось или нет. А те, кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!